Сегодня православный мир отмечает крещение Господня. В этот день принято окунаться в прорубь. В городском округе подготовлено несколько купелей. Накануне их готовность проверили специалисты Госадомтехнадзора, МЧС и главолюберец Владимир Ружицкий. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции на территории округа подготовлено только три купели. Все они находятся на открытой воде. Малаховское озеро, Кореневский карьер и пруд на Ташинском парке. Все подходы к ярданям оборудованы деревянными лестницами и настилами. Также установлены палатки для переодеваний. Должны быть палатки с каким-то обогревом. Палатку сложно обогреть, но тем не менее, хотя бы какие-то пушками поставим, относительно более-менее комфортно. Мы ставим и горячий чай повсеместно. То есть создаем некую благоприятную праздничную атмосферу. Готовность купелей проверили инспекторы Госадомтехнадзора. Они следят, чтобы места купаний были огорожены. И самое главное, смотрят, чтобы подход к водоему был безопасным. Непосредственно во время крещенских купаний деревянные настилы накроют еловыми ветками или сеном. Это убережет от падений. Сейчас толщина льда около 20 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес нескольких человек. Тем не менее, специалисты напоминают, на лед выходить опасно. Вообще на лед выходить запрещено, потому что и толщина льда меняется, и температура меняется, и воздух, и воды. Соответственно, могут быть промоены где-то в лед толще, тоньше. И на лед вообще запрещено выходить, кроме места, где будет оборудован настил. По настилу только купелем и обратно. На лед выходить нельзя. Крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Поэтому для удобства установлены прожекторы для дополнительного освещения. Подсвечивает и воду в Иордании. Во время крещенских купаний у водоемов дежурят спасатели, врачи и народные дружинники.